Новый клубный сезон вот-вот начнется. Да я в каждом видео это говорю, что он вот-вот начнется. Но я реально уже не могу дождаться начала этого нового клубного сезона. Всем привет! С вами Юрий, канал Диванный Футбол. И это еще одна порция горячих событий, трансферов, а также трансферных слухов в мире футбола. Начинаем! Челси. Челси приобретает у Брайтона, вратаря Брайтона, Роберта Санчеса за 25 миллионов евро. Его трансферная цена 22 миллиона евро. На самом деле я очень часто не могу понять, что творят или что творит менеджмент Челси. Но пусть будет это на их совести. Что сказать про Санчеса? Санчес в прошлом сезоне он был железным вратарем стартового застава ровно до марта 2023 года. В марте он потерял место в старте и так и не смог до конца сезона быть железным футболистом, железным вратарем стартового состава. Обещается, что Санчес будет навязывать конкуренцию основному киперу Челси, Кепи, Ариса Балаги. Еще у меня такой вопрос. А сколько трансферов, тренер, много всего, спортивный директор. Например, Брайтон что, стал фарм-клубом Челси? Вам так не кается? Что-то такое вообще. Прямо Челси без Брайтона, вернее, ну да, Брайтон без Челси. Нет, Челси без Брайтона. Уже никуда. Такое впечатление, что это два партнера. Осталось Челси и Кейседа купить и все. И уже, короче, в этом сомнений никаких нет. Просто Брайтону можно сразу вешать такую табличку, что мы фарм-клуб Челси. Короче, мы доноры Челси. Мы, короче, футболистов нарабатываем, мы футболистов подгоняем под такие стандарты высокие, под стандарты АПЛ. Естественно, на этом хорошо зарабатываем и продаем в Челси. Там уже, конечно, все на совести Челси. Как они будут развивать и эти футболистов, это уже будет на совести лондонского клуба. Идем дальше. Ливерпуль. Ливерпуль провел контрольный поединок или товарищеский поединок с Минхенской Баварией. И новичок команды МакКаллистер, аргентинец, чемпион мира, экс-футболист того же самого Брайтона, получил травму. Он был заменен после первого тайма. И здесь журналисты резко-резко начали раздувать это все из мухи слона. Сам Юрген Клоп сказал, что травмы там никакой нет. Да, там был болезненный или болючий удар. Но никакой-то там травмы нет. Не надо раздувать из мухи слона. Нам сейчас входить в новый сезон. Нафига вы это все раздуваете? Зачем это лишнее давление на футболистов, на болельщиков? Вы посмотрите, как мы провели прошлый сезон. Мы прошлый сезон провели как на каких-то минах. Поэтому не нужно этого делать. Не мешайте нам. То есть освещайте новости свои, показывайте. Выражайте свое мнение, свое экспертное мнение. Но не нужно раздувать из мухи слона. Это однозначно не идет на пользу команде. И в нашей команде в этом сезоне у нас перестройка. Старое поколение потихонечку отходит, новое приходит. И этому новому поколению нужно как-то здесь прижиться. Почувствовать, что они здесь свои. Почувствовать, что они дома. А вот эти все вещи, вот эти все раздувания, оно только вредит. Это явно не идет на пользу. Особенно новичкам мерсесайского клуба. Дальше Ёшка Гвардиол. Ёшка Гвардиол это центральный защитник Лейпцига. Короче, Лейпциг и Мансити договорились. До этого Мансити хотел купить Гвардиола за 75 миллионов евро. Ну, это его трансферная цена на трансферном рынке. Кому интересно, загуглите. Там ровно 75 миллионов евро. Ни миллионом больше, ни миллионом меньше. Но Лейпциг говорили, что Лейпциговые требования были 100 миллионов. Типа защитник топовый классно выступил на Мундиале. Молодой там, ля-ля-ля-ля-ля. О, клубы сошлись на сумме 90 миллионов евро. Остались какие-то мелкие формальности. И в скором времени Ёшка Гвардиол будет объявлен как новичок Мансити. И у меня такое двуякое ощущение. Мне приятно за футболистов, которые перебираются в действующий Мансити. Посмотреть на вот этого нидерландца Аке, или Аке, как его правильно называют. Посмотреть на его игру. Он перебирался там в 20-м году из Бормута за 45 миллионов. И он так тяжеловато притирался к этому Мансити. То есть он не был сначала однозначно футболистом стартового состава. Но в последнем сезоне уже у него игра так выровнялась. Он уже более-менее поднялся по уровню. То есть на его игру уже становится приятнее смотреть. Там много еще, над чем нужно работать. Однозначно вопросов много, проблем много. Но в глаза бросается, что футболист растет. Но однозначно бросается, что футболист растет. Про Гвардиола, да, по цене он, да, он как бы переоценен. Мне не нравились его привозы. Многие хвалят на Мундиале. Но я помню прекрасно его привозы в составе сборной Хорватии. И я прекрасно понимаю. Ну, пусть будет, что я кажусь неправым. Мне так нравится. Но это будет во благо футболиста. Пусть он придет и сразу классно заиграет. Это будет, ну, я буду только рад. Я всегда радуюсь за тех футболистов, у которых резко все классно получается. Я люблю футбол. И у меня нет ни ненависти, ни к одному футболисту. Я просто люблю футбол. Я наслаждаюсь футболом. Но, к чему я все веду. Йошка Гвардиал, скорее всего, это лично мое мнение, придется туго поначалу. И тоже у него будет вот этот термин или срок притирки, притирания к Ман-Сити. И какой у него, конечно, срок будет, я не знаю. Я думаю, что один сезон точно он не будет выступать прям так мега стабильно. Но потом, возможно, у него, конечно, результаты улучшатся, статистика улучшится. И, возможно, уже о нем я буду говорить совершенно с другого ракурса. Мне, кстати, интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, интересно будет прочитать, что вы думаете по поводу перехода Йошка Гвардиал в Ман-Сити. А именно, мне больше интересен вопрос, переоценен ли, как вы думаете, он слишком переоценен? Или он стоит однозначно этих денег? Также хочу напомнить, что этот центральный защитник в сезоне 21-22 Он перебирался из Динамо-Загреб в Лейпциг всего лишь за 19 миллионов евро. Короче, Лейпциг это еще один клуб, который умеет хорошо делать бабло. Они покупают и продают, ну, почти сколько здесь? 19,90. Ну, практически в 5 раз. Большой респект, молодцы. Отличный менеджмент и отличная работа. Идем дальше. Италия, серия А. Легенда, легендище. Джи Джи Буфон завершил карьеру. Ну, блин, 45 лет, но сколько ему играть? Не играть же ему там до 50, до 60. Ему предлагали контракт и клубы из Саудовской Аравии. Там давали зарплату сначала 15 миллионов евро на сезон. Потом уже пошел вопрос по поводу 20. Ну, в принципе, Буфон, ну, это богатый человек. У него там, у него несколько компаний. У него деньги хорошо вложены в бизнес. То есть, он не нуждается, в принципе, в этих миллионах. Я думаю, что ему уже хочется отдохнуть. Но, возвращаясь в историю, я хочу напомнить, что Буфон, естественно, он зарекомендовал себя как крутой кипер еще в Парме. В составе Пармы он тогда еще выиграл кубок у Ефа, по-моему, у Марселя. Та была Парма 90-х, она была волшебная. Потом он перебрался в Ювентус, там, за рекордные какие-то 53 миллиона или 54. Могу ошибиться, там, на какой-то миллион могу ошибиться. Вот. Ну, суть не в том. Суть в том, что в 2001 году за тебя платят 53 миллиона. То есть, это были такие космические деньги. Это как сейчас, я не знаю, ну, наверное, миллионов 300, наверное, а может и больше. То есть, это было что-то несоизмеримое. Андрей Шевченко переходил что-то там за 23 миллиона из Милана, из Динамоки в Милан. А здесь 53 за вратаря. Но это было, видно было, что это топовый кипер. Как сам позже признавался Буфон, у него он, после перехода в Ювентус, он лет 6 ходил к психологу. Даже не к одному, к нескольким он их там менял. Это было, это вызвано было тем, что у него были дикие панические атаки. То есть, он перебрался в Ювентус, он чувствовал колоссальную ответственность. Он боялся потерять месте в старте. Он боялся просто пропасть на вот этом топовом уровне Ювентуса. Но кипер это был топовый, ну как был, он есть. Вот, и поэтому он не пропал. Да, были панические атаки, были трудности. Но эти трудности, легендище Буфон, он эти трудности преодолел. И теперь, что он достойно выходит на пенсию. Единственное, что, конечно, что самое печальное, это Буфон ни разу не выиграл Лигу Чемпионов. В составе старой сеньоры он 10 раз выиграл с Кудета. 5 раз он выиграл Кубок Италии. 6 раз он выиграл Супер Кубок Италии. Также он даже успел выиграть серию Б. Да, Ювентус когда-то был отправлен за договорные матчи в серию Б. Это случилось сразу после Мундиаля победного 2006 года. Выигрывает он серию Б. И также Джи-Джи Буфон доходил с Ювентусом 3 раза до финала Лиги Чемпионов. Ювентус это вообще самый главный неудачник финала Лиги Чемпионов. Ну, тогда команда была симпатичная. Что в 2003 году с Миланом они играли, по пеналям проиграли. Отличная команда. Ювентус, Недвед не играл в финале с Ювентусом. Потом это был 15-й год с Барселоной. Ну, там не было шансов против той Барсы, против того трио нападения. Шансов не было. И 17-й год тоже Матридский Реал. Ну, прекрасно они играли. В финале разгромили Ювентус. Крещано Роналду блистательный. Вот это вот суперкоманда Зидана. И, как бы, с этой точки зрения, конечно, жалко. Хотелось бы, чтобы Буфон выиграл хотя бы одну Лигу Чемпионов. Также в составе сборной Италии он выиграл Мундиаль 2006 года. И, ну, что надо сказать. Просто Италия выступила как такая качественная защитная сборная. Мундиаль, Чемпион мира. Все отлично. И также я хочу подчеркнуть, вот после этого 2006 года за договорные матчи Ювентус отправили в серию B. И побежали футболисты Ювентуса, большинство, как крысы с тонущего корабля. И осталось только пять человек. Пять человек, которые остались верны своему клубу. Первый это Буфон. Второй это итальянец аргентинского происхождения Камаронези. Третий это Давид Трезеге. Это, кстати, тот человек, который не забил пенальти. Франция играла с Италией в финал 2006 года. И Трезеге не забил пенальти. Это был третий человек. Павел Недверт, это был четвертый человек. И Дель Пьера, легендище клуба тоже. Это был пятый. Вся эта пятерка осталась. Они помогли своему клубу выиграть серию B. А остальное весь Туринский бомон разбежался. Вот этот суперзвезда Ибрагимович сразу свистнул. Буквально на год. Год надо было подождать. Но он аж засвистел оттуда побыстрее. Короче, Ибрагимович показал. Тогда он еще показал. Хотя до этого он признавался в любви Ювентусу. Он в любви Фанова признавался. Как здесь все хорошо. Но показал себя вот с такой стороны. Короче, Буфон уходит на пенсию. Достойнейшая карьера. Просто достойнейшая карьера. Блин, ну не хватает победы в любви чемпионов. Идем дальше. Не отходя от темы Ювентуса. Доноруба, вратарь ПСЖ, мечтает просто перебраться в Ювентус в этом сезоне. Он даже согласен перебраться в аренду Ювентусу. В ПСЖ, конечно, там ситуация не очень. Но мы сейчас еще поговорим про ПСЖ в разделе Лиги 1. И Ювентус ждет. Короче говоря, они пытаются как-то избавиться от Честны. Если они избавляются от Честны, то в воротах будет место для Донорумы. Сам Ювентус, в принципе, не против. Но они, как я уже сказал раньше, они ближе к варианту аренды. И ПСЖ, в принципе, тоже не против. Я не понимаю, что в клубе там творится. Ну, что там творится нехорошее. Донорума сейчас оценивается в 45 миллионов евро. Он перебрался в ПСЖ из Милана 2 года назад в сезон 21-22 свободным агентом. И также хочу отметить, что у Донорумы контракт с ПСЖ заканчивается летом 2026 года. Еще 3 года. Поэтому здесь либо аренда, либо Доноруму придется выкупать. Что опять меня, конечно, поражает. ПСЖ как бы играет в Лиге Чемпионов. Ювентус как бы не будет участвовать в Еврокубках. Но, как я уже раньше сказал, такая а-ля крутая атмосфера в столице Франции. Что Донорума готов на всех парах оттуда рвать когти, чтобы перебраться в состав старой сеньоры. Идем дальше. Аталан там близка к подписанию бельгийца Декетеларе. Который только-только в том сезоне, в начале того сезона стал новичком Милана. Я в первых играх, в принципе, я восхищался. Ну, я всегда пытаюсь верить в молодых футболистов. И на тех чемпионских таких старых дрожжах Милана, ну, это, в принципе, вера и мера имела право на существование. То есть, Милан до этого выиграл Скудетто, атмосфера в команде была замечательная, молодежь там развивается. Провели вроде бы неплохую трансферную кампанию летом. Все так классно, все нормально. Осенью там, ну, первый, первый, сколько там, первый десяток игр был нормальный. И потом началась какая-то такая хренатень, что просто. И как-то Декетеларе так раз-раз начал отдаляться, отдаляться, отдаляться от старта. И потом вообще просто потерялся. Чувак перспективный, молодой, талантливый. Чувака покупали из Брюгге за 35,5 миллионов евро. То есть, ну, это за молодого футболиста даже по действующим меркам 35 миллионов евро это нормально. Ну, видите, что-то у него не срастается. И поэтому он, возможно, переберется сейчас по таланту, чтобы дальше развиваться. Это нормально. Это так часто бывало с многими футболистами. Ну, не заходит игра в этом клубе. То ли он под схемы Брюгге не подходит, то ли он не может коммуницировать на футбольном поле. Ну, в плане футбола, я имею в виду. Не может коммуницировать со своими партнерами. Что-то не так. И если что-то не так, то это нужно менять. Если оно не получается, нужно переходить в другое место, где будет что-то так. Ну, я на это смотрю так. Поэтому, ну, Аталанта, они умеют работать с футболистами. Они умеют развивать футболистов. Поэтому, ну, почему нет? Пусть переберется. Возможно, он побыстрее еще сможет реанимировать свою футбольную карьеру. Декеталере – это атакующий полузащитник. Также он умеет выступать на позиции центрального нападающего. Также на позиции правого вингера. Контракт с Миланом у него рассчитан до лета 2027 года. Идем дальше. Не отходя от темы Милана, левый вингер Милана, который недавно продлил контракт. Этот свой многострадальный, что его там выпрашивали. Он немножко мне напоминает Дембеле. Что такое у него в голове происходит? Дембеле, который в Баварии, в Барселоне, который. Что-то у него в голове такое происходит. Тут он слишком-слишком в определенный момент себя почувствовал, что он прямо футбольный бог. Он слишком-слишком как-то, блин, такую себе корову на голову одел. Вот это опять. Я это постоянно говорю, но я просто не понимаю. Посмотреть на игру, да. Есть у него классные отрезки, но у него скорость классная. Он может промчаться, как в матче с Наполи. Плей-офф лиги чемпионов. Замечательный был проход. Умничка прям. Выложил Оливия Жеру, как он выложил этот ассист. Все классно. Но вот как-то у него перегибается самооценка. Я это наблюдал. Я смотрел. Матчи 5 серии А я смотрел. По-моему, это был один матч с Летча. Там 2-2. Когда они еле-еле спаслись. И я наблюдаю. Он достаточно быстро и легко подходит из штрафной площади соперника. И достаточно быстро и легко теряет мяч. Или по самолетам бьет. Или не ассистирует. То есть нет такой командной осознанности. Но в то же время он начал выпрашивать новый контракт. И начал угрожать, что я там сейчас буду перебираться в другие клубы. У меня контракт там у него. Прошлый контракт. Он был рассчитан до лета 2024 года. Он начал шантажировать. И это не очень хорошо. Сразу он начал закидывать своим агентам задания, чтобы те предлагали его услуги другим клубам. Ну и сразу, естественно, цена. Цена на него 80 миллионов евро. И все адекватные топ-клубы так посмотрели. Посмотрели его статистику. И смотрят. Ну чувак, ну на 80 миллионов ты не играешь. Опять 80 миллионов. Ты сейчас запросишь классный какой-то контракт. То есть это не просто 80. В тебя надо нормально вложиться. А ты в принципе как в серии А ты еще ничего не показал. Поэтому никто реально не хотел рисковать. Было много там новостных таких всяких инсайдов. То есть все. Челси. Челси. Кого не хотел в прошлом сезоне купить Челси. Они всех хотели купить. Они блин все. Всех. Все. Все. Короче лидеры топ-клуба у них рассматривались. Поэтому он как-то так. И Ляо не давал интервью с журналистом. Которым заявил, что он мечтает и будет стараться сделать все для этого возможное. Чтобы выиграть с Миланом Лигу чемпионов. Так же он в футболке Милана хочет получить золотой мяч или выиграть золотой мяч. Это правильно звучит. Вот. Ну конечно заявления. Заявления такие должны быть. Это правильно. Это знаете. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и должно быть. Но. Самое главное но это то, что ну блин смотришь на Милан, на трансферную политику Милана в последнее время и как-то становится печально. Тонали, талантище отдается. Покупаются какие-то невзрачные футболисты. Я не хочу их обижать, оскорблять. Но я не понимаю как можно с такими футболистами за что такое весомое бороться. Я просто не понимаю. Ну я не совпадает у меня пазл. Политика Милана в последние полгода она как-то кардинально поменялась. И ну мне много чего не нравится. Много. Вот тут Милан годичной давности. Мне нравился. Там мне нравилась атмосфера. Все там было классно. Трансферная компания. Хоть они и с этим же даже самым Декетелорене попали. Ну такое бывает. То есть не все трансферы отлично заходят. Много чего. Блин. Ну я смотрю футбол там с середины 90-х. Я такое большое количество трансферов, которые вот смотришь, раньше еще интернета не было. Был вообще еженедельный футбол. Я так любил его покупать. Он был дорого стоил. Ну когда я еще был как бы помоложе. То есть я был школьником. Но я его покупал. Я прямо кайфовал. Я читал от страницы до страницы. И смотришь новость там. Тот-то переходит туда. Ты думаешь, ты просто себе представляешь, что тот-то, тот-то там определенный футболист переходит в клуб там рангом повыше. Ты представляешь, думаешь, вау, класс. Ты уже кайфуешь, уже представляешь его игру. А трансфер не заходит. Потому что ну футбол. Здесь 11 футболистов на поле. Здесь взаимодействие. Здесь схема тренера. Здесь столько факторов. Ну не заходит и все. И поэтому, ну опять, если вернуть меня на год назад, опять смотреть на вот эту трансферную политику Милана, кого не купили. Ну блин, смотришь классно. Смотришь прямо приятно. Клуб недавно выиграл Скудетта. Клуб развивается. Клуб вкладывается. Талантливую молодежь покупаешь. Просто приятно. Но здесь не получилось. К сожалению, в футболе такое часто бывает. Идем дальше. Ла Лига. Магрит-териал установил ценник на украинского кипера Андрея Лунина. Ценник 8 миллионов евро. Его контракт заканчивается с Мадридским реалом в 2024 году, через год. Сам Лунин дал интервью журналистам по этому поводу. Он сказал, что он хотел бы доработать этот контракт до конца, а потом перебраться куда-нибудь с вводным агентом. На трансферном рынке Лунин оценивается сейчас в 5 миллионов евро. Покупался он в сезоне 18-19 у Луганской зари Мадридским реалом за 8,5 миллионов евро. Что здесь сказать? Опять неприятно. Было приятно, конечно, когда он переходил в 2018 году с Луганской зари. Но я такое вообще первый раз видел, чтобы там такого клуба не с Динамо Киев, не с Шахтера. Но опять, Мадридский реал это большой клуб, это крутейший клуб. И украинец переходит молодой, перспективный. Это приятно. Но видите, как оно получается так, что не тот уровень. Уровень Ла Лиги, уровень Мадридского реала. Он намного выше уровня УПЛ. УПЛ это большая пропасть, к сожалению. К моему большущему сожалению. Был там, конечно, уровень лет 8-9 назад. Уже выходили клубы на отличный уровень. Но потом это война проклятая. И все, конечно. И клубы начали немножко погружаться вниз. С полномасштабным вторжением 22-го года, конечно, ситуация еще более усугубилась. Многие топовые исполнители, естественно, в связи с тем, что война, поуезжали за границу. И клубы сейчас просто-напросто пытаются, как-то пытаются быть на плаву. Но что делать? Тяжелое время. Его нужно всем как-то постараться достойнее пережить. И вам дальше. Барселона. ПСЖ предложили услуги Неймара Барселоне. Они как бы понимают, что Барса не сможет выкупить Неймара. Хотя он, в принципе, стоит сейчас на трансферном рынке уже 60 миллионов евро. Еще полгода назад он стоил там 95. Но Барса отказалась от этого трансфера. Они сказали, что здесь вопрос не в деньгах. Аренда не аренда. Просто-напросто тренер Барса обинтервью журналистам сказал, что Неймар не соответствует внутреннему уровню команды. В общем, как-то так красиво он ответил. Но, естественно, он понимает, что Неймар сейчас не нужен. Он там сейчас строит новый проект. И Неймар в этом проекте будет однозначно лишний. Хочу напомнить, что Неймар выступает на позиции Лео Вингера. Также он умеет выступать на позиции атакующего полузащитника. Также он умеет выступать на позиции оттянутого нападающего. Контракт Неймара с ПСЖ заканчивается летом 2025 года. Идем дальше. И опять Барселона. Канцело, правый защитник португалец Канцело, договорился, вернее не так, согласовал условия личного контракта с Барсой. Канцело в прошлом сезоне был отправлен в аренду Баварию. В Баварии, в принципе, он неплохо выступал. Хорошую статистику показал. Но Бавария, клуб, который хорошо считает деньги, они не захотели выкупать его контракт. Они сказали, в аренду мы его еще возьмем. Нет, там даже они, по-моему, просто расстались и все, без аренды. В Ман-Сити ему дорога закрыта, потому что он пошел наперекор Гвардиоле. Даже есть инфа, что они там серьезно поссорились. И что Канцело наговорил ему там много чего нехорошего. Короче, Гвардиола такие вещи не прощает. И он, скорее всего, указал, не скорее всего, он указал Канцело на двери. И теперь остается слово, последнее слово за Ман-Сити. Если Ман-Сити даст добро, то Канцело будет перебираться в каталонскую команду. Канцело играет на позиции правого защитника. Также он умеет выступать на позиции левого защитника. Также он умеет выступать на позиции правого полузащитника. И вот трансферная цена сейчас 50 миллионов евро. Контракт с Сити у него заканчивается летом 2027 года. Идем дальше. Жиронов. Жиронов предложила 6 миллионов евро за центрального нападающего украинского Днепра-1 Долбыка. Артема Долбыка. Дело в том, что он оценивается в 15 миллионов евро. Но они пытаются выкупить 50% прав на Долбыка. Ну, видите, у Жиронов и Виктор Цыганков, когда переходил, там же контракт не был такой простой. Там они заплатили киевскому Динамо 5 миллионов евро. И что-то в случае перепродажи Цыганкова 50% денег получит киевская Динамо. Ну, как-то так. Короче, с финансами у них не очень все хорошо. И они пытаются как-то все это дело объехать. Что мне хочется здесь свои пять пальцев тыкнуть? Как мне хочется? Первое, это то, что Долбык, в принципе, ну, хочется, чтобы он развивался. Но как-то у него мало, у меня мало в нем веры. Особенно в Ла-Лиге. Он такой, больше такой, ну, как сказать, нехорошо сейчас скажу, такой больше деревянный. Пока. Возможно, он изменится в лучшую сторону. Но пока так. И второе, приятно, да, приятно, что он, что им интересуются клубы из Европы. Приятно, что он, туда хотя бы есть у него возможность попасть. Потому что, ну, футболисту нужно развиваться, молодому футболисту развиваться. В УПЛ сейчас делать, ну, без обид, фаны клуба ВУПЛ. Ну, вы же прекрасно понимаете ситуацию. Но ВУПЛ сейчас туго. И человек, который развивается, здесь делать нечего. Здесь люди должны быть, которые там будут какой-то уровень поддерживать. Ну, что-то как-то так. Футбольная карьера футболиста, она не такая долгая, что можно раскидываться один сезон. Да ладно, фиг с ним второй сезон. Нет, здесь нужно идти к своей цели, бороться, пахать каждый сезон. И выходить на новый уровень. И Жирона, в принципе, это неплохая ступенька. Вот мне нравятся такие клубы, ступеньки. Раньше это были, да не то, что раньше. Для украинских футболистов, когда началась война, много поехало в Бельгию. Да, чемпионат не стоп-пяти лиг, но это были ступеньки определенные. Тот же самый Ярымчук, тот же самый Малиновский. То есть, ну, опять, они там как-то притерлись к тому уровню и начали уже потихоньку переходить на новый. Поэтому, с одной стороны, как-то веры в него мало, с другой стороны, классно, что им интересуется. Мне бы, если честно, хотелось бы, что он перешел, потому что ему однозначно нужно повышать планку. Напомню, что этот центральный нападающий также умеет выступать на позиции правого вингера. Также он умеет выступать на позиции оттянутого нападающего. В прошлом сезоне за Днепр-1 он сыграл 30 матч, забил 3-24 гола, отдал 6 ассистов. Статистика неплохая, все отлично, но это УПЛ. Я уже сказал, что здесь уровень печальный, хотя хотелось бы, чтобы этот уровень печальный был намного выше. Идем дальше. Бундеслига. Здесь одна новость о Баварии. Бавария всерьез рассматривает вариант приобретения марокканского кипера Севильи Буну. Его трансферная стоимость сейчас 12 миллионов евро, но Бавария, как всегда, показывает во всей красе свою жлобность. И они говорят, какие 12? 8 миллионов, и мы его подписываем. 12-й это много. А в Севилья говорят, как же много. Человек в четвертьфинале играл в составе сборной Марокко, показал отличный уровень. Бавария высказывает, что это говорит, конечно, да, но на клубном уровне в 36 матчах он пропустил 60 голов. Это слишком много, и поэтому 8 миллионов, и как бы ни каплей, ни центом больше. Контракт Буну с Севильей заканчивается летом 2025 года. Также хочу отметить, что он покупался у мадридского Атлетика в сезоне 2021 за 4 миллиона евро. Идем дальше. Лига 1. Здесь опять самые главные новости о ПСЖ. По поводу Киллиана Мбаппе. Пока нет никакой инфы. Есть только инфа, что его будут мариновать. И новая новость, она на 95%, скажем так. Моё любимое число 95% правдивое. Правый вингер Барсе, Дембеле, Усман Дембеле, завтра приезжает в Париж для подписания контракта. Здесь много чего интересного. Первое. Первый контракт он с ПСЖ подпишет сроком на 5 лет. Второе. Его трансферная стоимость 60 миллионов евро. Но ПСЖ будет покупать его за 50. Третье. Из этих 50 миллионов до Барселоны доберется только 25. Остальная половина 25 достанется самому Усману Дембеле и его агенту. Так было прописано в контракте, который он продлил с Барсой летом 2022 года. Помните, эти хороводы водили, все его уговаривали. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. И поэтому Барса, ну, хоть как-то отобьет, конечно, свои вложения. Они его покупали за 135 миллионов. Здесь получается 2 минус 110 за Дембеле. Конечно, трансфер, откровенно сказать, не то что неудачный, он печальный. Они с ним мучались. Вот эти его выходки постоянные. То на тренировку он не идет, то он опаздывает. Ну, короче говоря, Дембеле, я уже высказывал свое мнение, это чувак такой по типу Болотели. У него все классно, у него отроды данные замечательные. Но у него проблема с головой, с самооценкой. Опять финал чемпионата мира Мундиаль. Блин, пенсионер Демария, как ребенка его обводит вообще с места, со стоячего места. Ладно бы на скорости. А то он стоял, дернул его, обошел. И опять Дембеле там на ровном месте заработал пенальти для своей сборной. Короче говоря, не знаю, что с ним будет, опять, переходит он в ПСЖ, здесь вообще ничего хорошего нет. Я с ПСЖ всегда был в шоке. Но в этом году я еще больше в шоке. То есть ПСЖ в моих глазах, они пробивают дно. Опять фаны ПСЖ, это не камень в ваш огород. Я не хочу оскорблять никого. Я говорю про руководство. Вот это камень в огород руководства. Потому что вот эти шейхи, они себя какими-то цирками здесь чувствуют. Они скупают все, что блестит. Они, короче, делают все, что хотят. И они думают, что они правильно делают. Любое чье-то мнение другое сразу пресекается. Ну, типичное арабское поведение. Поэтому здесь только негатив к руководству. Самому клубу я мечтаю, чтобы все клубы процветали. Чтобы все клубы показывали отличные результаты. Ну, насколько это возможно. Поэтому я что футболистам ПСЖ, что самому клубу желаю только самого-самого всего хорошего. Если понравилось это видео, поставь этому видео лайк, чтобы помочь продвижению моего канала. А теперь вопрос к тебе. Ушел легендище Джи Джи Буфон. Ушел на пенсию. Я уже говорил, что плохо, что он не выиграл Лигу Чемпионов. И мне хочется услышать ответ на мой вопрос. Считаете ли вы Джи Джи Буфона лучшим футболистом, лучшим вратарем в истории футбола? И хотелось бы подкорректировать вопрос. Я хочу прочитать от вас первые три места кипера. То есть кипер номер один, кипер номер два, кипер номер три в истории футбола. То есть пусть будет первый Буфон, второй условный Эдерсон, третий условный Терштегин. Вот эти три места я хочу увидеть в комментариях. Как всегда, жду с нетерпением ваши комментарии и аргументы.